Друзья, всем привет! Мы стоим на въезде в Симферополь. Сегодня у нас рожает наша собака Бланка. Бланка у нас живет у Ани, и поэтому Аня везет ее сейчас в Симферополь. Но так совпало, что сегодня тот день, то утро, когда уезжают щенки Виспы и Голда. Мы хотели их поснимать отдельно, показать вам отправку. Но, к сожалению, все совпало, как всегда, неудобно в один день. И сегодня прямо вот сейчас 8 утра, и надо везти Бланку на операцию в ветеринарную клинику Авва. И надо отправлять щенков. Поэтому Аня сейчас подъедет на эту парковку, передаст нам Бланку. Мы с Бланкой поедем в ветеринарную клинику. Аня поедет в точку встречи с нашим перевозчиком в Симферополе и отдаст ему 5 щенков Виспы и Голда. Поэтому мы сейчас ждем Аню, посмотрим, может быть, если будет время на щенков, перекинем Бланку. Привет! 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 Привет, Ленушечка! Да! Ну вот, друзья, приехала Аня. Давайте посмотрим на Бланку. Вот Бланка, вот ее пузо. Ну, давайте перекидывайте, мы уже на нее в клинике посмотрим. Перекинь ее! А я пока погляжу. Бланку переносит к нам в машину. Сажай ее. Ага. Ну ладно, все, ты повезла. Давай тогда пока. Увидимся в клинике. Давай. Все, друзья, мы приехали в нашу ветеринарную клинику. Бланка тоже здесь. Сейчас Яна пошла узнавать все и сейчас пойдем уже все делать. Пойдем. Пойдем. Пока, пойдем, 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 Малыш. Ну вот, друзья, мы приехали в ветеринарную клинику. Нас уже ждет наш врач Мева Инверовна. Ну, судя по животу, схватка идет. Доброе утро, Мева Инверовна. Ни смены без нас. Это точно. Все, пойдем потихонечку. Пойдем. Пойдешь? Молодец. Молодец. Девочка, молодец. Пошла сама. Молодец. Аккуратненько. Давай. Молодец. Ай, умница. Молодец. Ну вот, друзья, мы уже примените везде. Сегодня смена Мерневой первой. Все знакомые лица. Сейчас все узнаем. Очень хочется, Андрей, что от вас на все хорошо. Может, человек по волосам надоело. Это точно. Гладует, да? Да. Переворачиваемся в тюрьму. Переворачиваемся в мою сторону. Опа. Все, молодец. Молодец. Это кто у нас? Бланта. Мы уже рожала. Здесь в этой гринке я делаю. Не помню, что я делала. Ну, мы сейчас по карте посмотрим. По-моему, я его тоже делала. А просто следующий, в прошлом году, как раз делал Анатолий Иванович. На следующий день. А? Какая-то? А, все, вы у нас два, да? Было? Две. В прошлом году две подряд было. Мы приехали в ночь одну прокисарили, на следующую ночь вторую. Точно, точно. Да, было такое дело. Совсем другое дело, да? О, сердце сразу включили в УЗИ, ребят. Тут как-то веселее звучит. Да, прям. И что там по ударам? Сейчас, сейчас, сейчас померяем. Пора или все-таки подождать еще? 230. Хорошо. Ну, это многовато. Ждем пока. Ну, это нормально. Это хорошо. Лучше так. Лучше так, да? Ну, оно не снижается, как природовая деятельность. Я боюсь, как бы, чтобы не ошибиться, что нас уже несколько раз обманывало. Когда мы думали, что все-все-все, сейчас еще чуть-чуть и собираемся, а она такая хлобыся спать ложится. Держит вас в тонусе, да? Ага. Три дня ушек держит. Не дает нам спать спокойно, да? Хулиганка. Тут тоже 230. Такой приятный звук, да? Да, после полу. Так, это 189. Который дальше и 189. Вот в этом роге. Это же показание Кесарева, да? Еще нет. 160. Это на тело надовой деятельности. Да, 160 это показание уже, прямое показание Кесарева. Может, я опять буду так, когда личная ситуация, что тебе надо решать сейчас или подождать? Нет, я думаю, что еще можно немножко подождать? Нет, если у этого начинает уже падать, то уже, я думаю, не имеет смысл. Ну, уже скусился процесс. Да, потому что 180 это еще на 20-ю палету уже критично будет. Ну, 190-199, 190 считаете. А, 190. Ну, вот так вот. Ну, это, видите, дальше он находится, поэтому у него сердцебеение будет. Поняли, сейчас движете. Да, да, да. Раскрытие уже три дня наблюдаем у нее. Мы все проверяли. Внук с щенок пойдет. А истечение какого цвета? Прозрачное все, чисто, хорошее, полученькое, прям для класса. От 180, от 190 до 260, это который тут. Ну, у нас есть еще немного времени. Какие-то еще два часа мы дышим? Пару часиков, да, можно подождать будет. Ну, что я вам скажу? Ну, я всегда за то, чтобы подождать. Просто по той простой причине, что, как показывала практика, когда рано делаем это, кесарево, то часто бывает такое, что долго принять и щенков. А критических показаний нет, и мы будем настаивать, но вот если... Ну, 190 нормально, еще через час, через два переделать. Да, да. Часа через полтора можно переделать как раз. Я думаю, что да, уже будет. А есть на стационаре место? Есть место. Ну, место есть. Там, смотрите сами, как вам. Просто на стационаре там кондиционеры, все это, а что в машине? Сейчас с заведенной машиной сидеть? В смысле? Да, ну зачем? Есть спокойнее будет, когда она будет в клетке, в прохладе, чем на солнце в машине. А что, так сказать, что вы оставили на стационаре? Ну да, сами где-нибудь будем рядышком. Тогда через полтора часа вы подойдете, да? Да, мы здесь будем. Давайте я проверю, что раскрыть. Можно? Повезу, пожалуйста. Чуть-чуть у нас. Пока никто не показывает. Могу здесь учить, что там уже лапки там чистые. Боя лапа делать. Это вам с ней как раз и приехали, когда Мева сказала, что там уже лапки. Хотя весь дома выезжали, я просто нагрела, и ничего не было. Пока ехали, уже появились. Ну, все, пока ждем. Вставай, Заяц, или ты здесь спать решила остаться? Здесь хорошо. Не шатает, ничего. Ван, вставай. Что, вставай, пошли. Аккуратненько, да, молодец. Пойдем. Ну, аккуратненько, спускайся, здесь невысоко. Молодец. Пойдем, Блан. Дай ее по горшке, за все время не успел дать. Привет, собаки. Пойдем. Пойдем, молодец. Ты моя умница, заходи. Ну, вот мы пришли на стационар. Сейчас здесь оставим на стационаре нашу девочку. Пойдем, 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 пойдем. Заходи. Заходи. Молодец. Все, мы оставили бланку на стационаре. Здесь кондиционер. Здесь Мело и Евгений будут приглядывать за ней. И должно быть все хорошо. Все отлично. Все туда же. Ждем от вас новостей. Вот, друзья, смотрите, около ветеринальной клиники стоит такая коробочка. Вот с такой надписью. Заберите нас домой. Нас бросили. Там вот такие котишки сидят. Когда мы в прошлый раз здесь были с Блюбери, эта клетка тоже здесь стояла. Их было четыре. Теперь два. Может быть, кто-то забрал. Пойдем на зелочек. Пойдем на зелочек. Пойдем. Ну вот, друзья, прошло два часа. Мы снова вернулись в кабинет УЗИ. Мы сейчас узнаем, если есть какое-то уменьшение сердцебиения, уменьшение пульса. Снижение. Да, то мы сейчас будем делать операцию. Все, смотрим. Сколько? 185. Было 189. То есть не шибко-то и снизился. Подождите, ну что как? Нет. Мы спим. Спим? Спим. Ну, ничего себе, спим, я, наверное, не знаю. Так, 214. Уже снижается, да. Бланка была устроена, мама. Ну да, только у нее в прошлый раз 12 штук было. Да, идеальнее было, точно. Мы тогда двух щенков в виспе подкинули. Бланки 10 оставили, а двух другой мамочке. 193. Ну, тенденция уже идет, да. Да, уже чуть меньше. Да, критичных нам, наверное, нет смысла ждать. Да, уже можно. Уже идет тенденция снижения, поэтому уже можно смело делать кисрю. Ну, уже вопрос, да, до скольких часов, то есть. Уже есть уверенность, что она точно вошла в роду. Если за час мы потеряли, например, на 10, да, за 1,5 часа. 200, ну, все, оно пошло уже. Помните, 260 мы проверили? Да, да, брускал 200. Все пора, значит. О, тяжелое. У вас там много. Молодец. Тим, у меня умница, да. Умница. Все хорошо. В принципе, у нас уже можно кисарить, но не экстренно. Мамка, она не смотрела раскрыто? Там все раскрыто. Не раскрыто. А температуру не мерили? Нет. Мы же ориентируемся по сердцебиению щенков. Я готовлюсь к материнству. Отсыпаюсь, скажи, отдыхаю. Потом, скажи, детеныша всех вылизывать надо будет, да? Она уже ночью начала лапу свою вылизывать. А, ну, схватки ее дойдут. Сперед матерец, она не слабует. Друзья, за ноги не смешают. Когда схватка начинает идти, ноги начинают лапы лезать. Да. Некоторые за три дня. Кто доходит назад выстрелить, никак же не послужит. Живот не дает. Никак вывернуться нельзя. Ну, вот, друзья, приехала Аня. Она отправляла щенков виспы и голода. Все хорошо, да, Аня? Да, все-таки поехали встречать их в своих домах. Отлично. Ну, к сожалению, не получилось у нас снять, потому что, ну, видите, такое тяжелое утро. У нас пришлось и бланку везти, и щенков отправлять в один день. Поэтому быстренько на них посмотрели там в багажнике и все. Теперь будем ждать весточек от новых хозяев. Сейчас главная бланка. Это то, что у нее в животике сидит. Я сейчас смотрю на живот, все-таки, наверное, большое. Наверное, такое же, как в прошлый раз. Он опустился просто. А, опустился, да. Ну, все, отдаем бланку. Пойдем. Пойдем. Сейчас узнаем, сколько весит. Наверное, около 30-29, чем-то такое. Я видел 29, да. Иди сюда, нет, слишком быстро. Так, давай-ка ты посидишь хотя бы секундочку, чтобы мы успели замерить твой вес. Стой. Стой. 29,800, что-то такое. 29,900. 29,500. Плюс-минус, короче. Готовите, да, операционную? Все, Мил, ждем. Ну вот, друзья, пришел Евгений и забирает у нас бланку. Так что все, теперь будем ждать, ждать. И через час-полтора уже все узнаем. Rica. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Его Gomez Недовите